В этом видео я продолжаю показывать процесс создания Кухонного Монстра. При этом, я оставил все ВИПС, о которых я говорил в предыдущей серии. То есть, теперь я ничего не вырезаю. Всем привет! С Вами Кривуля Андре Чарли. На своем канале я рассказываю о 3D-груминге. Записываю подробные видео о процессе создания причесок, шерсти и так далее. Рожжевываю все по шагам. Присоединяйся к моему Patreon за 1$, который дает доступ к закрытому Discord-чату. Где можно пообщаться с единомышленниками, задать вопросы и получить фидбэк на свои работы. Также, поддержка на Patreon дает возможность выделять больше времени на мои уроки. Данное видео выходит благодаря компании Point, которая является официальным дистрибьютором компании Autodesk в России. По направлению Media & Entertainment. Все уроки, которые я выпускаю на канале, создаются на лицензионном софте. Также, отдельная благодарность компании Эфир. Кстати, у меня радостная новость для Ornatrix пользователей. Официально открылись в Discord и Telegram каналы, где Вы можете задать все волнующие Вас вопросы по Ornatrix. Также, не забываем про официальные группы на Facebook и конечно же форум. Если Вы хотите поддержать этот канал, поставьте лайк, подпишитесь, включите колокольчик, напишите комментарий и поделитесь этим видео в своих соцсетях. Это очень важно для его развития. Купите любой из плагинов по ссылкам в закрепленном комментарии. Также, купите любую из моделей на моем CGTrader, ArtStation или 3DDD. На ArtStation еще можно приобрести любой из принтов. Также, не забываем заходить в сообщество, так как я делюсь там разными новостями. И туда же загружаю ответы на вопросы. Там же я загружаю информацию о том, сколько времени ушло на создание определенного урока. Здравствуйте. Субтитры делал DimaTorzok 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 Чтобы сгладить эти гиды 30 Смустим 100% И по точкам вы можете отредактировать заглаживание Так, в принципе все И теперь в один гайц можно рисовать И проверять периодически, что получается с этой формой Единственное, что если вы хотите точечно поправлять форму Делаем это таким образом Выключаем В MIA есть более удобный инструмент Таким вот образом создаем форму У меня кстати появилась идея, как соединить удобства гидов и кривых То есть наверное я сейчас сделаю вот так На вот этой части нарисую нужные мне кривые И потом их соединю с гидами Смотрите, что можно сделать Этот Mesh мы делаем Unfreeze Alt-X Я его покажу, чтобы было удобно его вводить Далее Просто его делаю По нему рисую фрихендом С привязкой Раз Два Три Четыре Пять Четыре При желании, конечно, можно сделать ретопологию И пустить по этому все ангиды Но я хочу не совсем повторять форму То есть потом увидите, что я с этим буду делать Вот так Потом эти спайны я объединю То есть сейчас плавно я их нарисую Мне кажется, сам объект нужно сделать черным Или просто нейтрально серым Вот таким вот образом Будет виднее просто И так Рисую нужные соединения Вот Давайте я пока объединю эти все гиды Оттач Мультиплай Выбираем все фрихенды Alt-Q Чтобы на них сфокусироваться И теперь нужно сделать Волт Вот таким вот образом Почему-то они везде Это соединение работает Поэтому можно сделать Волт-Коннект Так, вроде соединение А теперь что я делаю Есть такой модификатор Как Normalize Splines И сразу мы видим так Что не все еще соединения соединены Что делает Normalize Splines Он позволяет нормализировать спайны С правильным соединением То есть Кнот-Count можно задать И он равномерно распределит точки Видите, да? Можно оптимизировать Таким образом правильно спайны Вот Это удобно для Ornatrix Потому что Ему желательно Равномерно распределение точек задать Хотя я смотрю здесь неравномерно Лучше сегмент Length задавать Таким образом Вроде равномерно распределяется Так И снова Edit Spline И Collapse Tool В итоге мы получили такую форму Но это ж не все Как бы И Нужно как-то ее довести до Кувшина Поэтому что я сделаю сейчас? Сейчас я снова плавно обведу это все дело Где-то потом добавлю такое отсоединение И плавно потом соединю это все с гидами Ornatrix То есть снова рисую форму Так Вовремя И Вовремя Продолжение следует... 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 Главное Distance Reshow поставить на 0, чтобы не заменялись кривые ImportMultiple и FreeHand. И вуаля, мы получили эти гиды по кривым. А теперь их... Смотрите, если удалить эти кривые, они нам не нужны. У нас есть эти гиды по этой форме. То есть проверяем Shroom Sense и мы получили эту форму. Достаточно удобно. Опять же, это все можно оптимизировать. То есть теперь расчесать аккуратно. Выбрать Brush и с помощью Brush это все без Effect Selected Only. Аккуратно без Resample. Аккуратно подровнять. Вот таким вот образом. Смотрим, что получается. Достаточно хорошо. Вот. Только единственное вот это вот дело нужно опустить на пол. Как это можно сделать? Есть тренды. Мы просто выбираем нужные точки и их опускаем на пол. Вот таким вот образом. Потом я это все расчешу. Вот таким вот образом. И в итоге получилась вот такая вот красивая форма. И в итоге получилась вот такая вот красивая форма. с первой ноги. Вот уже интересно. Естественно, все это можно подровнять. С помощью Brush аккуратно все это выравниваем. Вот таким вот образом. И смотрим, что получается. Так и я решил пойти немного другим путем. То есть создать кривые гиды. То есть гиды в ArtNutrix. Получить нужную форму. И потом сделать как бы не Retop, а опустить по ним кривые. А сейчас объясню, что я имею ввиду. Например, вот у меня есть гиды. Я воссоздаю форму. С помощью MeshFromStrands. Тут видите, сетка достаточно хорошая получается. И по этой форме потом буду пускать кривые. Потому что просто обвести недостаточно. И как раз в мае есть крутой инструмент. Скрипт от Акаша. Которого я уже Брейд Мейкер показывал. Называется он CompMyGuides. Ссылку я в закрепленном видео покажу. То есть он позволяет круто делать такую штуку, как... Сейчас я покажу. Момент. Смотрите, у Вас есть форма. И по ней можно пустить кривые. Но самое главное, что они пускаются. То есть создается заполнение этой формы. Это очень важно для Ornatrix. Потому что тогда получаются более плотные волосы. И более качественный результат. Вы можете в Ornatrix просто пустить кривые. Но опять же это будет не то. Поэтому сейчас моя задача создать форму, по которой я буду пускать кривые. По этому референсу. Который я набросал. То есть из этого плейна, с которого я все это выдавливал. Я просто оставлю один гид. Для этой формы или несколько гидов. Сейчас посмотрю. Тут, получается, нужно продумать форму. Поэкспериментировать. Так, этот гид, я думаю, я оставлю. И один как-нибудь такой. Но я его пущу по центру. И проработаю потом. Меш-from-strands форму. Ctrl-A и остальные удаляю. И теперь смотрите. Для каждого я назначу группу. Чтобы была нужная форма. Для этого нужно зайти в Guide Groups. Use Guide Groups. И здесь в Groups написать группу. И потом нажать Assign. То есть, допустим, для этого я возьму пятую группу. Assign. И для этого гида вторую группу. То есть, вводим 2. Нажимаем Enter. А затем Assign. Таким образом, у меня 3 группы. Для которых я могу использовать разный Mesh-from-strands. Допустим 5. И также буду использовать разные Change Width. Чтобы управлять, получить нужную форму. Смоделировать. То есть, назначаю Change Width. Нажимаю 5. А здесь с помощью кривой буду создавать нужную форму. То есть, нужной толщины. Я думаю, нужно потолще. А потом просто плавно использовать кривую. Для того, чтобы моделировать нужную форму. Это как ретопология, так и более быстрая. И за счет этого вы получаете нужную сетку, по которой можно опустить кривые. Так. Делаем вот так вот. Мне кажется, так будет гораздо быстрее, чем просто обводить кривые. И гораздо интереснее. Мне кажется, еще толщина сделать. Просто потом плавно это все проработать. Похоже, что мы схватили? Так. Уже интересно. Здесь только надо поменьше. И таким образом я создам нужные кривые, по которым пущу еще одни кривые. Так будет гораздо быстрее, чем просто отводить это все. Так, пускай пока будет так, я сейчас кривые редактирую. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Для нее я использую другой Changes. То есть копирую... А не... Да. Paste. Copy. Paste. Paste. Теперь вторая группа. И график поставлю на Full. Просто, чтобы сбросить настройки. Далее... MeshFromStrands. Еще один добавлю. Два. Вы не можете добавлять несколько MeshFromStrands, поэтому нужно сделать Reference Mesh. То есть использовать новую фичу, которая есть в Ornatrix, и она называется Brunching. Смотрите, что нужно сделать. Основную форму, которую мы назначаем группы, мы оставляем здесь. Затем ее нужно дублировать. То есть нажать Ctrl-V и сделать Reference. MeshFromStrands. Допустим, Part 2. Окей. Теперь в этом парте вы можете назначать MeshFromStrands и ChangeWith. То есть OX MeshFromStrands для пятой группы. И ChangeWith для пятой группы тоже. Вот. И тогда у вас будет все работать как нужно. Только да, я сбил все настройки. Лучше... Сейчас все настрою по новой. Но зато, если вы вернетесь в Here, у вас здесь будут только те модификаторы, которыми можно... Ну, не нужны для них группы. Снова нажимаем Ctrl-V. Референс и называем Part 3. Окей. И добавляем сюда же тоже еще один ChangeWith и MeshFromStrands. Только для второй группы. И вот у вас есть объекты. Как видите. То есть если здесь выключить MeshFromStrands, то вы будете видеть этот объект и им управлять. Я не знаю почему в Ornatrix не сделали вместе группы. То есть в MeshFromStrands возможность добавление. Скорее всего из ограничения Max. То же самое и в Maya. То же самое и в Cinema 4D. То есть... Макс видит отдельные Mesh и он требует их создавать отдельно. При этом вы видите, что здесь reference и всеми гидами мы управляем в одном объекте. И это очень круто и можно назначать разные группы. Вот так сейчас я поступлю. Главное не запутаться. Можно перетянуть. Можно сделать так. То есть чтобы у вас были все части вот здесь вот. И вы не пытались. Так. Теперь я все-таки сначала отдельно создам гиды. А потом уже буду управлять всеми частями. То есть перехожу в основной объект Hair. Временно скрываю MeshFromStrands для всех. И добавляю нужные гиды. Потом уже буду ими управлять. То есть я просто с помощью PlantTool буду создавать нужные гиды. И обводить всю форму практически. Затем уже, как и сказал, буду MeshFromStrands редактировать и получать нужную форму. И так. Сейчас я создам вот эту ногу. Ну и дальше уже без комментариев. Поэтому здесь комментарии не нужны. Если вам во время просмотра видео что-то непонятно, пишите вопросы в комментарии. И я на них с радостью отвечу. Так. С помощью PlantTool добавляю новые гиды. Вот. Вот. Этому гиду назначают третью группу. Или Assign in Nequeue. Потом можно узнать, какая будет группа. Я потом расскажу как. Просто выделяем гид и здесь будет показываться нужная вам группа. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот, я думаю, этого будет достаточно Потом разберусь, что с этим буду делать А теперь с этого плейна, главное ему сделать ResetXForm Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Такой же создам для DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok «Hand guides» подпишу, чтобы потом не путаться. Вот. Эти гиды скрою. «Guits». И поработаю сначала с этой формой. Так. А теперь. «Routes». Для каждой группы я создам еще один меш. Так. Это будет группа «Assign Unique». А ну-ка. Что это за группа? Четвертая. Теперь снова нажимаю «Ctrl-V». «Reference Part 3». «Part 3». Это будет четвертая группа. Т.е. назначаю тоже «Change Vids» для четвертой группы и «Mesh From Strands» для четвертой группы. Вот. Есть. Потом это все я буду редактировать. Сейчас главное, «Part 3» тоже сюда перетянуть. «Part 4» это уже. Так. Так. Вот так. Ой. Ну что ж ты ж так шишь. Вот. А карда есть свой «Mesh From Strands». Ну вы поняли, да? Я этот процесс уже не буду комментировать. Тут, я думаю, все понятно. Ну да. Вот. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...